Люди просят, люди спрашивают, а давай таблетку для памяти, мол, я говорю, да, пожалуйста, возьмите очередная таблетка для памяти, это уже, наверное, 28 выпуск, и после стольких медикаментов, любой нормальный организм был бы уже давно интоксицирован, однако же, что меня больше всего смущает, смотрите, Порошенко такой, какой он есть, и Яценюк такой, какой он есть, и все такие, какие они есть, в украинском политикуме другие не водятся, к сожалению, не будет Порошенко, придет какой-то Домошенко, не будет Яценюка, придет Перденюк какой-нибудь, но они будут такими, что меня больше всего смущает, это аплодисменты этим людям, они выступают в студиях, несут абсолютную ахинею, а им аплодируют, меня очень смущают те, кто аплодирует, ну а теперь, по нашей традиции, заставим Арсения Петровича Яценюка спорить с Арсением Петровичем Яценюком. Власть сегодня находится у людей, только тех, которые, кстати, с 90-го года занимались приватизацией, растащили все, что можно было растащить и создали огромные капиталы. Про Порошенко, что ли? Ну, он рассказывает про приватизацию, как о чем-то таком, вроде, плохом и постыдном, как приватизация-мастурбация, знаете? Приватизировали не только имущество, приватизировали государство, в этом-то и задача нового президента, произвести национализацию государства и отдать его вам. Такие хорошие, правильные слова говорил Арсений Петрович старый, национализация, надо национализировать государство, это все приватизировали, прихватизировали негодяи. Арсений Петрович новый, пожалуйста, объясни Арсению Петровичу старому, что важнее всего, когда ты уже у власти. Мы оголошуем про приватизацию всех объектов державной властности, которые находятся в так званом державном управлении с правами. Дачи, заводы и другая нерухомость, которая не нужна державе, должна быть продана. Которая не нужна государству, а государству, понятное дело, не нужно ничего. Продавай. Государство не обеднеет. Я вам скажу, яка у меня есть идея. Приватизировать «Нафтогаз» на прозором аукционе, приватизировать и «Чорномор-Нафтогаз» у весь энергетический сектор. Приватизируй все, приватизируй. Ты понял уже жизнь. Понял жизнь. Приватизация компании «Центр Энерго», приватизация Одесского припортового завода, приватизация других энергетических компаний. Моё мнение и мнение правительства в том, что мы должны запустить широкомасштабную приватизацию. Это как в личных отношениях. Сегодня мы можем назвать это бизнес-помолвкой. И мы надеемся сыграть нашу бизнес-свадьбу. Забавная такая предпродажная подготовка. Практически, ребята, приходите и берите, ну, мягко говоря. А раньше Арсений Петрович Иценюк говорил, что Янукович не имеет права называться президентом, потому что президенты странами не торгуют. Виктор Янукович не имеет права носить высокие звания президента Украины. Президенты странами не торгуют. Президенты не торгуют странами. Ну, а премьером можно. И метою, чтобы дать возможность нам провести чесную и прозорую приватизацию. За новий закон про приватизацию, який здатний залучить миллиардные инвестиции. Дайте возможность нам провести чесную, прозорую и конкурентную приватизацию. Да, приватизируй, кто ж тебе не дает. Приватизируй все, приватизируй воздух. Воздух украинский очень целебный, говорят. И его приватизируй. Пусть баллонами выдают. Ну, теперь чисто поржать. Арсений Петрович старый просто вот так вот выражался. Теперь-то Арсений Петрович новый. Взвешивает каждое свое слово. У него каждое слово как бриллиантик. Чикс. Пауза. Чикс. Пауза. Ну, а раньше-то он мог такие первые выдать. Либо в Германии, либо в Соединенных Штатах, либо в Великобритании власть принадлежит пятем или десятьем людям. Их бы уже там не было. Скольким? Пятем или десятьем. Пятем или десятьем. Я слышал, что пятнадцатем. Ну, а теперь по поводу МВФ. Сейчас Арсений Петрович Яценюк будет мочить Юлию Владимировну Тимошенко. И будет он рассказывать про долги, которые берутся в Международном валютном фонде. Это очень интересно. Очень. Это Арсений Петрович старый. Касательно МВФ. Вы знаете, хорошо, когда тебе дают деньги взаймы. Я это поддерживаю, брать взаймы. Так вопрос, куда их тратить? Если 13 миллиардов долларов Тимошенко потратила на что? Рассказываю. На оплату за российский газ. Это же надо, это Тимошенко. Да посадить ее мало. Правда, Арсений Петрович новый, потом после перезагрузки начнет уже дружить с Юлией Владимировны Тимошенко. Тогда он ее еще мочил. А что отмочит Арсений Петрович Яценюк уже после новой перезагрузки? То есть, вот сейчас свеженько. Я вам сейчас покажу. Ну, а пока что он рассказывает, как Юлия Владимировна Тимошенко погасила кредитом. Ну, вдумайтесь только, кредитом. Долг за российский газ. Ведь мы брали в Вашингтоне, чтобы отдать Москве деньги за газ. Второе. Напечатание денег для пенсий, социальных издержек. Так вот, оказывается, на что кредиты шли. На проедание? На пенсии? На социальные выплаты? Арсений Петрович Яценюк. Просто я разделяю, разделяю, Арсений Петрович, твое негодование. Ну, скажи, как ты будешь поступать. Скажи. Слово не мальчика, но мужа. Арсений Петрович после перезагрузки. Новая версия. Про борги. Они сподівались, что мы не заплатим по боргам нафтогазу. Я, когда в Нью-Йорке был, я вам дебют, скажу, что значительная часть святого банкиров, как вы знаете, с прищуром на меня смотрели, но мы говорим, говори, говори, мы подинимся, что ты сделаешь. Ну, борг 1 млрд 670 млн долл. США. Чуете цифру? Мне ее промовляют страшно. Мы все позавчора заплатили до копейки. И я обязан... Я обязан тут заявить, что все борги, не мы их брали, но нам их отдавать. Мы будем выплачивать. Як бы це не було складно. С тих коштів, які мы отримали у міжнародних кредиторів. Ой, как это так? Получается, что мы за деньги міжнародних кредиторов отдаем долги? Это что? Может быть, он что-то не то имел в виду? Может, он оговорился? Оговорился. А может быть, я проманипулировал? Ну, я же обычно всегда манипулирую. Обрезал что-то, дал вам послушать. Давайте переспросим Арсене Петровича Яценюка. Может быть, он на самом деле оговорился? Может быть, пусть уточнит? Рассказывайте про то, что взяли кредиты. Куда вы их делите? Я хочу відзвіттувати, чтобы вы знали, куда делите. С всех кредитов, которые мы отримали, вот сейчас, за этот период времени, было загалом 7 миллиардов. Итак, отчет Арсения Петровича Яценюка. Всех кредитов на данный момент, это данный момент был где-то с полгода назад, или с год назад, а сейчас их уже на данный момент, их уже намного больше. И он сейчас будет вот рассказывать. 7 миллиардов, запомнили цифру. Это простая цифра. 7, 7, 7 миллиардов. Такая вот штучка с такой вот черточкой. 5 миллиардов я отдал старых... Мы отдали, выбачьте. Якать нехорошо. Мы отдали. Старых боргів. Ну таки да, получается. Из 7 миллиардов, 5 миллиардов мы долги отдаем. Ну хорошо, 7 минус 5. Получается 2 миллиарда. Где 2 миллиарда, Арсений Петрович? Долги отдавать это круто, но где 2 миллиарда? 2 миллиарда-то ведь сохранил где-то. 2 миллиарда? Зараз уряд має. На рахунках уряду. 2 миллиарда доларів. Уточнил. 2 миллиарда на счетах правительства. 2 миллиарда доларов. Ну мы-то их явно проедать не будем. Они скорее всего пойдут в экономику, где там дороги, машины там и еще там что-то. И космические станции. Но 2 миллиарда, запомнили. 2 миллиарда доларов. Он уточнил. Слушаем дальше, через секунду. 8 миллиардов гривень уряд має на рахунках. Это то, что мы финансуем армию, збройні сили, еду, харчі, пенсії, зарплаты. Поправьте. Я, может быть, чего-то недопонимаю. Но я не припоминаю, чтобы год назад курс доллара был 1 к 4. Я не помню такого. Не было такого. К сожалению, моему огромному уже очень-очень много лет. Каким образом 2 миллиарда долларов равны 8 миллиардам гривен, я не знаю. Но, по всей видимости, люди, которые аплодируют Арсению Петровичу Новому, они это знают. А что там Арсений Петрович Старый обещал? Этот Новый говорит какую-то просто, ну я не знаю. Он рассказывает про то, что на пенсии идут, на социальные выплаты. А Арсений Петрович Старый, куда собирался их пустить, а? До прихода во власть-то, а? Только на эти кредиты я буду строить заводы, дороги, автомобили, инфраструктуру. На эти деньги я буду строить экономику. Это то, что мы финансуем армию, Збройные силы, еду, харчи, пенсии, зарплаты. Неужели Арсений Петрович Новый уже не знает, как выплачивать пенсии и социальные выплаты, не набираясь долгов в Международном валютном фонде? Да, я не верю. Мы, если бы не взяли кредиты, дорогие друзья, я не понимаю, как бы мы платили пенсии, зарплаты, как бы финансировали армию. Ну, на сегодня у меня все. Арсений Петрович подведет итог за меня. Только я популизмом не занимаюсь, вы меня туда не втаскиваете.